Вечерний шоу Аллы Довлатовой Ну теперь уже да, последние 20 лет Я во всяком случае, действительно, хоть папа и мама мои встретились в Москве Мама из Новосибирска приехала, а папа из Харькова Но мы с братом родились уже здесь, поэтому корни свои я ощущаю здесь в Москве Это мой, конечно, самый-самый-самый-самый любимый город Это прекрасно И это замечательно, что мы с тобой встретились в этот день Ты знаешь, я думал, как его провести, с кем Потому что я с утра сегодня испытывал какую-то вибрацию Испытывал, знаешь, и не мог себе ответить А что с тобой, Игорь, я задал себе вопрос Почему, откуда это волнение, это трепет И вот сейчас ты все поставил на своем месте Конечно, конечно Сегодня 103 года, да Как из Петербурга, вновь перевезли в Москву Да, да, да Слушай, ну я хочу тебе, как москвичу, предлагать тебе пройти тест на москвича Ах так? Да, давай Ну давай, попробуем С таким чувством юмора и с молниеносной реакцией Я думаю, тебе все тесты легко дадутся Итак, начнем с простого вопроса Переулок Сивцев-Вражек знает каждый и москвич, и не москвич Да А вот мне интересно, он находится в центре, рядом с Гугловским бульваром Мне интересно, почему же такое название он получил Я тебе могу дать три варианта Пожалуйста Первое, это был легендарный конь у древних славян Это был Владислав Сивцев-Вражек, который помог пожарскому отбить Москву поляков Так Или это просто река? Нет, конечно, это не река Почему? Это не река? Ну потому что, ну какая Это же это конь? Ну и конечно, это не конь Вообще, ты понимаешь, все эти три версии не имеют никакого отношения к реальной истории Да Был такой в этих местах известный человек Да Немножко так Его звали Вражек Вражина, Вражина, понимаешь Немножко сивый, сивый такой, сивый мерин немножко Короче, да Бродил по этим местам Да И набродил тебе Да, вот с ним связано это движение Но я тебе скажу, Сивцев-Вражек, это замечательная улица в Москве Улица прекрасная, очень дорогая В плане жилья и недвижимости Самое главное, дорогая для москвичей Это правда, рядом с Арбатом Короче, это река Рядом Арбат, рядом театр Вахтангова Река Там рядом Булгаковский дом И это, конечно, если вы так говорите серьезно, конечно, это река Конечно Я тебе скажу, каждый москвич Уж точно тот, кто живет в Москве 103 года С момента, когда она переехала из Питера Знает, что в этом месте была река Была Слушай, а вот я тебе второй вопрос задам сейчас И мы с тобой пойдем на песню Вот скажи, если ехать в метро, внимание, по направлению к центру Станции будут объявляться каким голосом? Мужским, женским или, неважно, куда ехать, все равно мужским Замечательно Спасибо тебе за этот вопрос Да Но, конечно Интуицию включай Это очевидно Ты давно не был в метро Приближаясь к центру Да Мужчины, которые приближаются к центру В любом голосе, который звучит, слышат женские интонации Ты так думаешь, да? Потому что появляется манкость вот эта Но, конечно, в метро, чем ближе ты к центру, тем пронзительнее и отчетливее звучит мужской голос Конечно Потому что мужской голос отвечает за уверенность, за силу То есть за рабочее настроение Именно Поэтому, когда едешь к центру, мужской голос А когда едешь от центра, женский Все, ну круто В общем, прошел тест на москвича Игорь Верник Итак, друзья, говорим сегодня с Игорем Верником про Москву Игорь, привет Привет Скажи, пожалуйста, ты принес мне Дай мне посмотреть, понюхать, потрогать Я обожаю новые книги Ты мне принес свою книгу Первую свою книгу Хотя я... Первую твою книгу Потому что ты все время говорил Я хочу понять, как выглядит книга И как вот, что вы все читаете, понимаешь? Ладно Слушай, ну серьезно Я давно ждала, что ты должен издать книгу Потому что ты давно, я знаю, пишешь И пишешь стихи прекрасные совершенно И тебе есть что вспомнить Да Вот, если это будут какие-то интересные рассказы И вот, наконец-то, ты ее издал Это правда Но пока не про книгу, а про Москву мы говорим Скажи мне, если... А я все, что написал, я написал 80% в Москве, понимаешь? Это понятно Но вот есть ли в этой книге какая-то история про Москву? Конечно Послушай, здесь очень много Из моей юности И из разных периодов жизни Например, здесь есть Если мы говорим сейчас про Москву Здесь есть история, например Как я учился на проспекте Мира На метро Щербаковская Еще тогда она называлась Значит, там была школа 287 Рядом с заводом Калибр Где мы жили И, значит, однажды в школе Я на уроке порезал стул Перочинным ножом Так И учительница почему-то Да Не оценила этот мой порыв Знаешь, вот это, так сказать Такое всезнайство Вот это моя пытливость Ты хотел бы посмотреть, из чего он сделал Из чего, конечно Как устроен мир Ну любопытство, да Детское Да Она не поняла И это уже был класс 8 И она сказала, что, значит Или у меня два пути Или отправиться в комнату милиции Тогда были такие комнаты Где, значит, для трудных подростков Да Или же принести 5 рублей 17 копеек Сколько там стоил этот дерматиновый стул Для меня это была неподъемная сумма Я понимал, что родителям Рассказать об этом нельзя Поэтому я понял, что единственное спасение Это самому раздобыть деньги И я отправился по району Да А этот район такой очень большой проспект мира Да, да, да Значит, там рядом ВДНХ И он был мной изведен Вот тогда-то я изучил Москву Прямо вот Как ты заработал? Тогда я узнал эту красоту Москвы Ее прелесть Ты почему руками так делаешь? Как будто ты щипал эти деньги из карманов Нет, я не щипачок Я искал бутылки пустые Я стал собирать стеклотару Потому что тогда можно было сдать стеклопосуду И это все выбрасывали Это все валялось рядом с урнами, как правило Рядом, значит, с мусором Потому что донести бутылку майонезную Или там стеклянную банку Ее для начала надо было помыть Вот именно Помыть Это уже была моя задача И сколько ты в результате заработал? Короче, я нашел эти деньги За сутки Но я, конечно, познакомился со всем братством Которое занималось только этим Тогда они назывались не бомжи А как-то по-другому Бродяги Да И, короче, это были майонезные баночки По три копейки тогда И банки из-под кефира за 10 копеек И трехлитровые банки Тогда шли по 6 копеек Короче, все это я собрал А самое драгоценное Это найти бутылку из-под шампанского Она стоила 25 копеек Но там было, конечно, сложно Нужно было счищать Все счищать Счищать, понимаешь, эту фольгу и так далее Все это я на балконе отмыл Принес учительнице Уже не в виде бутылки А в виде конвертируемой валюты Валюты в рублях В рублях 5 рублей 18 копеек Молодец И с тех пор ты больше не режешь стулья Нет, с тех пор я люблю Гулять по Москве Отличная история С тех пор я полюбил эти прогулки Друзья, вы уже захотели Прочитать песню Брошенные тексты Игоря Верника Сделайте это Друзья, Игорь Верник Сегодня здесь у нас Мы отмечаем Возврат в Москву Столицы 103 года назад это произошло Обалдеть Как сейчас, знаешь Как будто вот это сейчас А ты знаешь А я тебе хочу сказать Что тогда, может быть, это было и классно И правильно, и хорошо И в результате Москва от этого выиграла Но вот сейчас Вот я Москвичка последние 20 лет И то мне больно Потому что я же в Москву Постоянно приезжала ребенком У меня здесь жил дядя И бабушка И мы ездили И я так любила всегда Москву Она такая была широкая Чистая, красивая Ну прям здесь Здесь дышалась Полной грудью Я обалдела от этого города Сейчас, конечно же Мне кажется, что слишком много людей В Москве Много людей Да, мне очень нравится Я люблю большие города Большие мегаполисы Мне очень нравится Ну она и раньше была всегда большая Конечно Мне нравится эта энергия Когда люди идут Когда они, ну, не сталкиваются Мне кажется, сегодня Наоборот Последние несколько лет Опять Москва очень расширилась Мне кажется, появились Ну конечно, за счет Калуги Нет, я имею ввиду не население Я имею ввиду вот эти Появились потрясающие Вот эти большие тротуары Тротуары, конечно Что позволило гулять по Москве Да, спасибо Сергею Семеновичу Сергею Семеновичу Это правда спасибо большое Я искренне считаю Верник Товса заработал Двухкомнатную квартиру В центре столицы от вас Нет За эту похвалу Нет Игорь Вот скажи Было мнение Я искренне так считаю Чтобы перевести правительство И всякие вот эти вот Которые с мигалками Из Москвы Куда-нибудь в Самару Так Вот как бы ты отнесся Ну столицу перенести в Самару Ты знаешь А все остальное здесь оставить Я тебе объясню Я никогда не думал о том Чтобы работать в правительстве Да Но ты не против того Чтобы столица переехала в Самару Ну послушай Если правительство решит Что правильнее управлять Москвой В Самаре Можно сделать и так Не Москвой Страной А страной Россией Вообще правительство Как бы не только Москвой Должно управлять Я просто решил Что ты говоришь Про правительство Москвы Нет Про правительство страны Ты понимаешь Возможно Но мне кажется, что разумно, когда в центральном городе, где соединяются все энергии, все людские потоки, все энергетические потоки, там должны находиться люди, которые управляют, воспринимают эту энергию и управляют ею. Но потоки же эти все, их управление могут переехать в Самару, а мы здесь останемся, и нам будет хорошо жить. Прекратятся пробки. Ты знаешь, я думаю, что пробки связаны не только с тем, что нам не дают ездить в связи с мигалками и прочее. Мне кажется, сейчас, может быть, их не так много. А их и так будет меньше, если пассажиропоток тоже немножко переедет. Нет, ты понимаешь, давай думать, вот ты говоришь, ты предлагаешь, чтобы правительство России переехало в Самару, да? Представляешь, сколько там рабочих мест откроется? Подожди, но ты понимаешь, что в Самаре начнутся те же самые проблемы, и самарская девочка... Нет, там будет развиваться весь регион. До Влатова Алла тоже. Вокруг Самары будет развиваться весь регион, появится огромное количество рабочих мест. Так ты же сейчас не об этом говоришь, ты же говоришь о том, что дайте жизни в Москве и переезжайте в Самару. Конечно, и улучшите жизнь в центральной России за счет этого. Я не знаю, нет, я... Деньги-то тоже туда попадут. Ну, послушай, это вообще не ко мне вопрос, это не мой вопрос. Хорошо, тогда мы слушаем письмо. Я хочу, чтобы всем было хорошо, в Самаре, чтобы было хорошо тем, кто там работает, в Москве тем, кто здесь работает. Конечно, должны быть рабочие места во всей стране, и люди должны находить применение себе в тех точках, где они родились, в тех точках приложения, где они находятся. Но так устроено весь мир, в большие города, в столицы едут люди, потому что здесь, как сказать... Центр Вселенной. Здесь все возможности. Конечно. Здесь другая энергетика. Здесь спрессовано время. Здесь собраны люди, которые источают новые идеи, излучают новые смыслы. Это не голос поэта. Это не поэта, это и голос жизни. Я счастлив, что, понимаешь, счастье родится в любом месте, но я счастлив, что я родился в этом городе, в Москве, который научил меня другим ритмам, другим задачам, который научил меня биться им. Понимаешь, этот город заставляет двигаться. Этот город не дает спать. Москва, ура, мы тебя любим по-прежнему. И то слово. И всю Россию, конечно же, тоже. Конечно, любимая Россия, мы любим свою страну. Сразу после песни мы продолжим. Друзья, Игорь Иверник сегодня здесь с нами, и я еще раз хочу вернуться к твоей книге, Игорь. Опять ее потискать. Вот, пожалуйста, возьми ее, вот возьми. Брошенные тексты. Скажи, почему все-таки ты принял решение написать книгу? Ну, во-первых, я всегда писал, во всяком случае, с юности, первые влюбленности, первые стихи, первое осознание себя, первые какие-то дружеские посиделки, для которых я писал песни на свои слова и на свою музыку. Потом я стал вести дневники, записывать свои впечатления, и это было связано там с какими-то своими переживаниями, потом с поступлением в театральный институт, потом с момента, когда меня приняли в Амхат. И все это, конечно, бурлило, и мне хотелось все это записать, запечатлеть, эти первые гастроли куда-нибудь в Японию, как мы ездили, как чудо какое-то, когда рядом со мной Смоктуновский, и Евстигнеев, и Ефремов, и Великий, и Мехков, любимые актеры, и Настя Вертинская, ну и кого ни назови. И все это в моей жизни, и я, значит, и все меняется, и мне, конечно, все хотелось это записывать, и как поменялся СССР, и новая Россия, и новые люди, и новые возможности, и эти первые съемки, какие-то клипы, рекламы, и мои первые роли в Амхате, и первые съемки, ну там больше, и какие-то квартиры, на которых мы собирались, И Костя Эрнст, Валера Тодоровский, Володя Пресняков, Федор Бондарчук, еще никто, никто не знал, просто молодые люди, которые как-то оказались вместе, и вдруг все начали что-то делать, обмениваться какой-то энергией, и создавать что-то, и вот это у меня все там есть. Потом какое-то время я не писал, но все это время я писал стихи, и по сей день пишу, и стихи, и какие-то поэмы, ироничные, ироничные, и дерзкие, и лиричные, дерзкие я их называю, потому что они очень жесткие, потому что они детям, может быть, и не стоит их читать, да, может и стоит, как-то, но лирические, всякие разные. Во всяком случае, в этой книге я такой, какой я есть, и я думаю, что прочитав ее, можно сильно удивиться тому, той разницы восприятия меня, ну, такого, как, знаешь, во внешнем этом поле, и тому, кем я являюсь на самом деле, хотя, ну, конечно, и это все, то есть я и там, и здесь, везде. Я думаю, что ты одно стихотворение сегодня обязательно прочитаешь. С удовольствием. Может быть, у тебя есть свое решение, вот я прямо сейчас открыла, к юбилею папы называется. Нет, нет, но к юбилею папы это там, это юношеское стихотворение, хотя это тоже я с удовольствием прочитаю. Тогда мы сейчас послушаем песню, и потом ты выберешь. Слушай, у меня к тебе революционное предложение, значит, мы на русском радио, здесь обычно слушают песни. Здесь всегда слушают песни, причем не только мы с тобой. Это сегодня тот день, когда есть смысл, знаешь, развернуть эту историю просто как-то принципиально. Хорошо, тогда, знаешь, давай что послушаем, послушаем рекламу. Это налог за хорошие песни. Прекрасно. Игорь Верник сегодня читает мне стихи за кадром, и мне, конечно, неловко. Ты классно читаешь стихи, мне кажется, что это нечестно. Я сижу, наслаждаюсь, балдею тут, и все, просто такое ощущение, что ты меня розами осыпаешь, а слушатели этого не слышат. Ну, давай, я с удовольствием прочитаю. Прочти свое из вот этой твоей книги. А это все мои стихи в этой книге. Я не собрал стихи, которые меняются. Значит, и вот еще раз, эта книга называется «Брошенный текст». Она уже сейчас в магазинах, ее можно приобрести, мне это будет, конечно, очень приятно. Вот здесь и стихи, и рассказы, и дневниковые записи, и истории из жизни. Но я с удовольствием прочитаю тебя. Знаешь, я тебе прочитаю последнее стихотворение, которое я недавно написал, и оно улетело в книгу самым последним. Я витал в облаках. Там довольно прохладно и сыро. Я летал между строк, иногда приземлялся на текст. И в моей биографии дыр, как в головке сыра. И квартира моя оказалась не центром мира, а всего-то мира назывался проспект. Посередине проспекта стояла огромная башня. Ее первый этаж занимал океан. Магазин. Каждый день, словно в порт, рыбаки заходили отважно. Покупатели свежей трески, что лежала меж льдин. Я себя представлял мореплавателем. Дон Кихотом. Дон Жуаном. Сто раз капитаном сорви голова. Мне казалось, что где-то, возможно, нуждается кто-то, чтобы буквы, как бусы, нанизывались в слова, заплетались в стихи, торча, как дорожные знаки, управляли моей еще хотя бы одной душой. И смешные мои оголенные детские страхи, обрастая броней, оставались со мной. По воде плыл корабль. С него убегали крысы. Он взбирался на гребни, трещал под тяжелой водой. И из бед и побед я построил кочующий мир свой. И, теряя себя, остался собой. Молодец. Классно. Слушай, у тебя не заурядные стихи. Да. Такие прямо как-то даже поэты. Да. Понимаешь, Игорь, ты всегда для меня был артистом, прекрасный, телеведущий, такой клевый парень, веселый. Просто оттуда, оказывается, поэт. Да-да. Я поэтому тебе говорю, немедленно, Ал. Значит, брошенные тексты немедленно. Потому что ты не только изменишь отношение ко мне, прочитав и лирические мои стихи разные. Ты изменишь отношение к себе. Потому что эта книга, она обладает уникальным свойством, омолаживающим эффектом. Правда? Она очень, конечно, она соединяет людей. То есть, читая эту книгу, ее вообще лучше читать вдвоем, тогда эффект соединения мгновенный. Она развивает нейронные связи. Она, понимаешь... Так, Игорь, началось. Я тебя давно знаю. Ты давно, в 90-е годы, ты мне сам рассказывал, как ты познакомился с Бондарчуком. Это был твой вход в рекламу. То, что ты можешь порекламировать свою книгу, я не сомневаюсь. Но я действительно с большим интересом сегодня ее пролистала. Увидела там много приятных фотографий. Да, здесь есть, кстати, фотографии, действительно, здесь и связанные с театром, и с моей жизнью, и с людьми, с которыми меня... Кстати, вот сейчас я даже там в самом финале написал в книге о том, что сейчас начались у меня репетиции в театре на Малой Броне, спектакле «Покровские ворота». У Богомолова. Здесь же я написал, что я начал репетировать «Вальпургиевую ночь» во Мхате по Венедикту Ерофееву. А про «Чайку», которая только что премьера прозвучала. Про «Чайку», про премьеру, спасибо, конечно, которую мы только что сыграли во Мхате. Мы с Дашей Мороз играем, значит, «Страстную любовь» и с Паулиной Андреевой. Я играю Тригорина, это вообще мечта, это роль, о которой можно только мечтать. Ну и, конечно, здесь это все здесь есть. Здесь даже есть про съемки сериала «Псих», который мы снимали с Федором Бондарчиком, сценарий, которым он написал о поле, который сейчас так очень обсуждается. Где я сыграл такого, значит, наркомана с нетрадиционной ориентацией, который пытается найти себя. И вообще, знаешь, мы все кажемся кем-то, а на самом деле кем-то и пытаемся надеть на себя эту маску, хотя и никому, а самое главное прорваться к себе. И вот в этой книжке эта возможность прорваться к себе, поэтому мне так она дорога, поэтому спасибо тебе большое, что я сегодня с тобой. Спасибо, Игорь. Открыл ее в ночь. И вот сейчас, хотя и мы должны прерваться. Нет, мы уже должны с тобой попрощаться. После нас что-то должно быть, а я считаю, что давай нарушим закон. И просто сегодня весь вечер и всю ночь я буду читать на русском радио твою книгу. Хорошо, хорошо, договорились, оставайтесь, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ну, ты знаешь, спасибо тебе, Игорь, я, правда, всегда двери моего шоу для тебя открыты. А я тоже тебя благодарю за сегодняшний вечер. Оставляю вас, друзья, в компании со Светланой Казариновой. Света, спасибо, что была с нами. До полуночи она будет читать твою книгу нашим слушателям. Вот. Пока. Проведем время с пользой. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Ау, ау.